здравствуйте сегодня мы продолжим создавать 2d персонажа данном случае будем создавать самого персонажа и управление я предыдущем видео показывал как создавать анимации да то есть я уже накинул несколько анимаций сюда все их настроил уже как вы видели там у нас при допустим беги нас анимация немножко смещалась я сейчас сделал так что она у нас не смещается и нормально проигрывается как я вам там показывал надо немножко регулировать ширину так чтобы у нас персонаж по сути находился в том же положении где он и был так сейчас мы создадим во первых что нам необходимо это геймод давайте создадим геймод назовем его gm2d да то есть это будет для нашего 2d персонажика также создадим player контроллер у нас player контроллер 2d ну и character так это у нас будет давайте просто 2d player теперь заходим геймод здесь мы настраиваем наш player контроллер класс в данном случае это pc2d мы его взяли да и нашего персонажа дефолтного это у нас 2d player который мы только что создали compile save пока закрываем геймод нам в данном случае не нужно берем нашего персонажа заходим и как у нас появляется капсула в данном случае здесь у нас скелета умышь это для 3d персонажа но нам он не нужен мы можем добавить сюда так как у нас флипбуки так и пишем флипбук вот как раз таки он сразу выскакивает paper flipbook давайте его назовем хотя так и назовем флипбук допустим но у нас player и выбираем наш флипбук пусть это будет эйдл то есть стоящий персонаж давайте летим чуть-чуть спереди настроим наш капсулу ширину нашего персонажа в данном случае примерно пусть 15 будет и высоту так просто уменьшим ее так сначала для корректности мы можем включить слева или спереди ну и вот видите да чуть-чуть капсула заходит ну давайте 25 мало 27 так наоборот все принципе даже достаточно возможно придется еще чуть-чуть уменьшить даже давайте 2323 24 отлично переходим в этот режим мы можем сдвинуть плитбук если вдруг у нас какие-то проблемы да то есть допустим по центру головы если ориентироваться вот так думаю будет самое то но теперь создадим управление для нашего персонажа сразу будем создавать уже в новой версии так как это у нас версия 52 я создаю импуты это у нас импут мэппинг контекст так и напишем сразу люди чтобы у нас было представление что это да и создаем импут экшены это во-первых будет ран напишу так давайте переименуем тудиран лучше напишу потому что там у меня другой персонаж есть еще так и также также input но допустим импут экшен люди джамп так теперь войдем импут мэппинг контекст добавим сюда импут экшен тудиран и здесь импут экшен тудиран так ран у нас будет давайте сделаем так почему это у нас буковка d будет бежать вправо нет все нормально далее у нас буковка а будет вы бежать влево ну давайте еще добавим те же самые клавиши влево право на клавиатуре да допустим это у нас d то чтобы убежать вправо она у нас всегда положительная то чтобы будет бежать влево у нас отрицательно то есть мы должны добавить модификатор негатив что для буковки а что буквы что кнопочки влево так добавляем новый мэппинг это у нас импут экшен джамп давайте так джамп почему-то разворачивает и я немножко путаюсь в данном случае джампа у нас будет клавиши w ну и давайте и добавим еще spacebar то есть прыжок вверх ну и на триггер давайте добавим просто пресса то есть то есть мы будем нажимать это у нас пресет и будем делать на триггер с именно движение да все мы здесь добавили заходим снова нашего персонажа переходим и ванграф доставят наш импорт экшен туди ран и давайте сразу сюда добавим импорт экшен туди джамп это чуть позже мы настроим теперь мы возьмем наш получается наше движение это как обычно да это мумен контр это и импорт получается и настроим но для для начала мы должны создать получается управление это у нас делается через begin play то есть мы должны достать get player controller далее сделаем каст на наш так туди на наш контроллер сразу достаем энхэйсинт вкл сапсистем и уже добавляем наш мэпинг контекст для управления чтобы вот эти клавиши которые мы внизу создали у нас работали и выбираем наш контекст ведь это для другого персонажа здесь мы ставим для этого теперь у нас настроим движение это мы берем на триггер и из него вытягиваем это момент импорт как обычно у обычного 3d персонажа так гет форвард вектор либо гетектор форвард вектор но в данном случае давайте гетектор форвард вектор возьмем почему у меня нода выключается ничего не понимаю этого и далее мы вытаскиваем наш фликбук который мы уже будем подавать наши необходимые анимации это то есть мы берем сет фликбук вот спрайт сет фликбук и подаем сюда у нас анимацию бега в данном случае это кран то есть мы подаем движение до куда необходимо так почему у нас ран буллин стоит а я не настроил заходим наш импорт мэкш импорт экшен ран здесь мы буллин мы не исправили ставим эксис туди ванди float делаем сохранение и далее мы вот она у нас появилась до от переменная по сути мой с разами сюда подключаем ну и далее нам необходимо проверять куда поворачивается персонаж давайте для начала создадим какую-то сцену так это у нас sky white sky атмосфера далее мы включаем сюда player start также давайте дирекшнл либо можно было все воткнуть через n white mixer это у нас windows event light mixer если что можно оттуда все настроить но для 2d нам это особо не нужно сейчас мы просто для теста это выставят давайте значение на 0 сбросим чтобы мы оказались вот здесь так кидаем сюда также какой-нибудь наш кубик растянем его в данном случае вот так вот сделаем ну и для идентификации как правильно ли мы поставили все или нет для настройки персонажа выставим какие-то элементы чтобы мы могли понимать куда он бежит в данном случае все мы настроили теперь нам необходимо давайте запустим у нас ничего нету потому что во первых нам нужно на world settings это windows world settings да вот я открываю укладочку вставить наш game mode для управления нашим персонажем и далее нам необходимо еще для нашего плеера создать камеру иначе у нас не будет показываться персонаж давайте сделаем так это spring arm на необходимый уровень то есть угол поставим до чтобы он снимал у нас отсюда они с той стороны где он просветит насквозь образно потому что сам фликбук он тонкий то есть он практически ничего не видит так и нас pride arm мы добавим нашу камеру камера 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 сделаем сброс поворота из-за чего потому что у нас на spring и уже поворот есть пока все так оставим чуть позже настроим как нам необходимо давайте запустим посмотрим так все отлично и как видите я сделал движение вперед и он только бежит направление у нас никуда не выбирается то есть он только лишь поставил фликбук и все и его постоянно повторяет теперь далее после установки то что мы бежим мы должны проверять до компейер вот это у нас будет проверка мы подаем наше значение на input будем сверять с нулем если у нас будет больше мы будем выполнять некие движения то есть это изменение наших фликбуков точнее не фликбуков мы должны сделать фликбук поворот то есть мы достаем наш фликбук и давайте сет relative rotation сделаем это дублируем мы сюда подсоединяем и new rotation мы делаем наш мэйк мэйк ротэйшн так make rotator копируем сюда тоже самое ставим единственное здесь у нас будет 0 чтобы он бежал вправо то есть если больше мы бежим вправо если будет меньше мы делаем разворот на 180 градусов и у нас движение будет чуть чуть по другому так сделали компейл и давайте проверим мы бежим вправо бежим влево и он у нас уже как раз таки поворачивается все отлично единственное у нас не тормозит анимация чтобы это произошло нам нужно на ком completed уже поставить другую анимацию это у нас будет анимация idle и здесь мы ее подключаем и давайте проверим как она будет уже отрабатывать то есть мы остановились и у нас персонаж тоже остановился все отлично когда он стоит он дышит как говорится и бегает далее давайте перейдем джам то есть здесь мы будем сейчас настраивать прыжок прыжок мы как обычно в 3d игре только лишь давайте выставим джамп стандартный да и на completed мы сделаем стоп джамп теперь нам необходимо наш клик бук установить допустим на нашу анимацию с их бук у нас есть анимация джамп это в данном случае ну допустим старт джамп здесь анимация разделена на старт и стоп но в данном случае мы будем только лишь пока работать со стартовой версии чтобы он повторял только ее и теперь мы должны сделать некую проверку данном случае мы должны проверить движение персонажа по оси z это мы вытащим get movement компонент get movement component и вытаскиваем get velocity либо можно было просто вытащить get velocity давайте get velocity сразу разделим split stretch pin на x, y, z и далее мы этот z уже просто сравниваем с нулем выставляем сюда branch если у нас происходит труб то есть да мы делаем уже смену нашего флик бука на анимацию айдал и давайте быстренько проверим как это отрабатывает так он у нас прыгает смела не происходит к сожалению сейчас будем тогда это чуть-чуть фиксировать по другому во первых потому что он по сути сразу почему-то выключает нам давайте сделаем задержку небольшую так это у нас дэвэй но пусть будет 02 так и у нас тоже идет постоянное повторение данной анимации да и что означает мы здесь сделаем тоже фиксацию этого то есть наш фликбук есть такая лода стэд лупинг мы ее добавим вот сюда мы ее выключаем то есть у нас не будет повторять и и далее нам придется после branch во первых и его так смещаем обратно копируем с эту лупинг так давайте фликбук чуть-чуть сдвинем сюда подключим мы делаем уже повторение чтобы айдал у нас уже повторялся но если мы его подключим он у нас не будет корректно работать давайте покажу почему потому что необходимо загружать заново уже движение так это у нас мы делаем play во первых то есть мы заново делаем play нашего фликбука и на фоллс нам необходимо выставить тоже дэвэй чтобы постоянно проверять значение то есть мы делаем такую небольшую веточку проверки персонаж находится выше нуля так скажем либо нет давайте выставим дюрэйшн на 0 1 чтобы быстрее была проверка и проверим как это работает как видите у нас все работает но единственное смотрите когда мы бежим мы прыгаем у нас анимация во первых бега иногда повторяется в воздухе иногда просто замирает это тоже мы сейчас поправим для этого нам необходимо на джамп создать переменную это у нас будет переменная буллин давайте ее назовем из джампинг то есть запишем то что у нас происходит джамп по сути можно поставить на комплит да то есть у нас закончилась за это и джампинг ну давайте попробуем но вообще наверное не сюда скорее всего так и давайте сразу сделаем проверку чтобы мы не могли несколько раз нажать джамп это сюда мы выставим ее если мы не прыгаем данный фолс мы можем дальше прыгать действие выполнять так это мы лишь настроили то что у нас записывается и теперь на управление мы должны сделать проверку то есть мы копируем из джампинг вот эта часть на триггерит тоже на фолс мы ставим управление и на комплита давайте на всякий случай тоже выставим сюда для корректности действий давайте проверяем так это у нас скорее всего вот эта штука давайте выставим лучше здесь потому что скорее всего она не отрабатывает да да отлично то есть когда мы бежим прыгаем у нас только лишь показывает как будто мы в прыжке делаем прыжок на месте отлично все работает но на этом я думаю все дальнейшем мы будем добавлять сюда действия какие-то управления те же самые атаки и то есть мы большинстве случаев мы на тика сейчас ничего него не будем вешать новые управления нам дает некие такие вот любопытные взаимодействия до которые по сути можно было и в четверке делать но большинство почему-то вешал на тикае до скорой встречи всем пока